у вас нет обзор на прическу и рамиры будем заказа брать джеки чан по европейски ребятушки всем приветики всем доброе утро точнее у вас нет у меня утро у вас сейчас три часа дня нет у вас короче во время то которое вы смотрите у меня сейчас три часа дня вот я проснулся была у меня ночная смена что решился подозреть камеру и немножечко вам поснимать очень лень вставать как-то надо что ты играешь как прическа новую поверни голову обзор на прическу и рамиры смотрите кто-то сходил чунгук гунгук джеки-чан подойдет у меня кофе же выключишь а кофе кто выключит короче у нас после дома сделали такую дорожку это уже несколько лет мы тут ходили просто по песку и сделали такую знаете вот скамеечную аллею скамеечную есть такое еще слово вон там куча скамеек не знаю в кадр их только-только засобачили скамейки типа на разные тематики от разных этих типа там доминос пицца всякие там жкх комплекс сильвер короче ой сервис короче от всего подряд еще что-то короче различные такие скамеечки знаете что в этом в принципе и плюс что как бы и есть где посидеть а если минус что как только наступают сумерки просыпается все нечисть и сидит на их скамейках вот я пока не застывал потому что я иду уже после того я возвращаюсь домой уже тогда когда все нечесть уже тоже спит поэтому я никого не вижу один раз тут зато были периодически застают здесь такие знаете грубкие ребят каких-то молодых но они вроде не буянтих едят но все равно сидят а вот 6 на выходные пока я не видел наверное тут вообще от творится вот сейчас еще и лето пока только если скамеечки засобачили а вот там вот такая вот есть сердечко не знаю попадает вам кадр или нет просто не вам сейчас все заняты будет странно если я буду идти и зайти снимать вам скамейки а там люди сидят минске погода как обычно непонятно у нас тут жара то сегодня у нас как-то немножко пасмурно не знаю говорят что был дождь но я в это время спал наверное так сладкий спал что у меня была ночная смена потом отсыпался под дождем короче у нас не пасмурно и душно вы мне в байке вышел раздеваться не хочу доехал я для красноармейской улице если ты никогда не был знаете центра с внезапной смены района какая-то даже не знаю короче он не рассказал еду хал я так что свет опять плохой ехал я забрать заказ леры там он она купила свитшот какой-то я не знаю как выглядит вот ехал он такси короче и так сейчас меня не показывает дом 17 просто посреди перекрестка и мы короче вышли водила вышла посмотрел так говорит вам наверно в ту сторону короче я как бы 16 вижу но напротив почему-то 19 17 не могу найти короче буду сейчас ходить искать 17 дом водила сам запускал мне даже саму интересную почему-то на карте отмечалось именно 17 дом ладно мы только знаете как корпусной дом не знаю или разделили без понятия ладно по ним заберем заказ и думал мы бы с вами сходим на бразильскую но она называется революционная улица но я называю бразильской не знаю почему а я когда про нее узнавал в интернете как давно-давно там с вами еще первый раз ездили вот там тогда и прочитал там вообще-то подписано как бразильская короче ребят не 10 раз ходил около входа вот такой вход оказал я просто видел что кофейня какие-то вещи но название магазина было совсем другое мне нужен был комплимент захожу короче в магазин подхожу к продавцу говорю у меня это заказ это не у нас наверное такой смысле он говорит вам туда и показывает на кофейню подхожу кофейню говорю бы не надо заказа брать она такая на имя евгения я такой да она такая а да да для вас отложили до елки было все так просто короче заказала лера себе вот такой вот там свистшот розовый не знаю видно вам не видно доставать уже не буду чтобы не пачкать вот розовый свистшот магазин называется комплимент не знаю ну короче вот сказала я не имел пакетик будет вам показывать уже своих видосиков а теперь мне бы разобраться как мне куда-то идти чтобы дойти до революционной вот так ту дорогу не перейду не буду нарушать пойдем на светофор ну короче магазин мы нашли мне здесь нравится такие знаете маленькие улочки никогда не был такие знаете как-то по-европейски короче что-то я по этому району шляюсь мне нравится такое ощущение знаете как будто какое-то внезапное место просто возникло из ниоткуда посмотреть какой здесь дом блин он не так красиво смотрится он здесь как-то прям очень очень как такой приятненький по крайней мере мне я относительно понимаю где нахожусь но решила рискнуть идти дворами чего здесь раньше не было кстати нормально так кайфанул от этого района вот то есть я был зато на той стороне моста а вот на этой стороне не было там где дома и вот тут как я люблю знаете когда в перемешку старые такие дома знаете как советские большие монолитные такие знаете в которых там три окна и половина всего это вот такой вот бетон а вот и рядом стоит дома полностью тико стеклянные много зелени очень классно смотрится блин честно честно прям кайфанул чего раньше в этом районе не был ну именно вот на этой части территории как бы на революционная был и не раз как бы как помните у меня раньше работал дима барбер он уехал по этому поводу сюда приезжать у меня как-то и не было когда я говорю про старые дома я имею ввиду вот вот такие вот дома вот видите то есть у них такая прям монолитные такие штуки пустые и пара окон ну и пара окон но судьбы наверное уловили вам сказать тут какого-то хрена очень много машин это так дико перед портит атмосферу вид что мне блин это прямо раздражает еще и погода ужасная очень парит я весь мокрый бет что я немножко перекусить заказал там себе где-то у меня там столик там шметка я скинул заказал себе бургер и заказал себе мелк шейк решил тут немножко перекусить хотя хотел кофе не знаю мы потом еще выйду возьмемся для поесть древа можно много раз им были могут заскочим там и в принципе возьмем у что-то я перехавал бургеров так что засиделся что чуть не забыл пакетик основной зачем вообще ехал чуть не забыл там это встал типа портфель отдел начал ходить меня девушка там вот как его не бармена как официантка говорит вы пакетик забыли ой а то б меня без этого пакетика бы домой не пустили решил еще прогуляться тут немножко поснимать вам или не поснимать но решил же прогуляться вечер хорошая была сегодня духота сейчас более-менее терпимо стало какой-то ветерок появился поэтому решил немножечко пару остановочек пройтись но все равно на улице как-то душно не знаю что мне не понравилось на вот это вот революционные хотя на октябрьская нельзя как-то улице называется я называю как попало очень много машин стало прям очень дико много машины это просто очень сильно портит вид людей не так много но из-за машин прям как будто нету места дошел я до стены цоя не знаю я уже не помню мне казалось что раньше здесь было больше фотографий всего остального что как-то поредела до стена я считаю другой стороны посмотрим что там здесь просто какая-то это короче что-то она немножко изменилась либо я уже не помню на стадионе динамо какие-то концерты репетируют сам прикол что на улице здесь никого я какой-то на станции тормознул мне очень транспорт ходит не ходит но я тормознул так поправиться а там байк недавно лежит которая в пакете ну что ребят я уже дома сходил душ мои проспят давайте вам повареньку покажу какие-нибудь обновочки которые у меня как-то свет ну ладно помню что тут видели не видели мангу купил не знаю зачем но купил что-то меня убеждали на работе почитать черный клевер что-то про магов взял посмотреть не помню показывал так ну это тоже сейчас читаю ну потраюсь наконец-то вышел этот как его отелья кодовских колпаков пятая книжечка очень крутая манга 4 уже прочитал томика не так же не назвать томиками но суть выловили так что у меня тут еще новенькая не помню магическую битву показывал появилась еще одна и шуме тут еще на полочках есть тоже ничего не влазит все домохозяина 4 купил не распаковывал там еще вот они тоже не показывал не показывал на видосе наверно дик тик тик шуме тут еще такого есть вроде больше ничего все этот из такого последнего что у меня химия приобретение все влог такой небольшой получится но как есть как есть хоть немножко вы прокатиться с вами потусить по городу тоже нормально то есть в работе и говорил немножко не до влога все не будем теряться буду стараться снимать по возможности ну и подписывайтесь там на телеграм мы мои там я кое-как еще что-то выкладываю все ребят до скорых встреч